Приготовить свеклу может даже ребенок, но постоянно следить за уровнем воды при варке и мыть после нее грязную посуду я не люблю, поэтому я нашла идеальный рецепт, который готовится без моего участия. Для начала свеклу нужно хорошо помыть и просушить с помощью бумажного полотенца. Готовить свеклу я буду в фольге. Отрываю от рулона кусок фольги и переворачиваю блестящей стороной вверх. Свеклу ставим на центр фольги, заворачиваем вот в такой мешочек, следим за тем, чтобы края фольги были наверху. Таким образом, когда свекла начнет выделять сок, он останется внутри фольги и не испачкает вам противень. Также это защитит корнеплод от пересушивания. Делаем то же самое со всей свеклой и отправляем ее на противень. Разогреваю духовку до 180 градусов, отправляю туда свеклу и забываю на час. Проверить на готовность вы можете с помощью зубочистки. После приготовления обязательно дайте свекле остыть прямо в фольге. Таким образом, вы сбережете свои руки от ожогов, а свекла по время естественного остывания напитается обратно своими соками, которые выделила. Противень остался чистым и теперь вам не нужно отмывать кастрюлю после свеклы. Остается только почистить свеклу от кожуры и готовить с ней любимые блюда. А я приготовлю один из своих любимых салатов со свеклой, шпинатом и оливковым маслом. Подписывайтесь на мой канал, у меня еще много интересного.